В какой-то момент они меня перезванивают и говорят «Все, мы продлили ваш договор связи, скажите код». Я такая «Да». То есть я человек, который имеет хороший управленческий опыт, человек, который, скажем так, имеет определенные хорошие достижения за спиной, который достаточно бдительный. В моменте я отвечаю, говорю «Да, продлен». Я им быстро говорю «Код из смс». И дальше начинается такая интересная свистопляска с будным, когда на тебя оказывается очень профессиональное психологическое давление. Получив доступ Людмилы от Госуслуг, мошенники смогли взять на имя автокредит в банке и большую сумму в микрофинансовой организации. Она поняла, что общается с мошенниками лишь на четвертый день, уже лишившись более чем двух миллионов рублей. Сейчас Людмиле помогают правоохранители и банкиры, но свои средства она потеряла. По данным полиции, подобных преступлений происходит от 25 до 30 в день в числе пострадавших не только пенсионеры, но и врачи, педагоги, бизнесмены. Самая большая сумма, отданная мошенникам в этом году в Алтайском крае – 140 миллионов рублей. Когда человек попадает к злоумышленнику, то есть он его со всех сторон обставил, вот сколько у человека есть денег, вот столько он и отдаст. Вот сколько ему банк дал кредита, столько он и отдаст. Начинают обманывать, что ваши денежные средства находятся под опасностью. То есть начинают элементарно. Вот у вас денежные средства на счету, ими сейчас могут завладеть, давайте мы их переведем на безопасный счет. Новый закон, который вступил в силу 25 июля, позволяет банкам на два дня приостанавливать денежные переводы людей, если получатель средств был замечен в мошеннических операциях. Банки обязаны предупредить клиента, почему блокируют переводы. Также данный закон предусматривает дополнительную ответственность банков перед своими клиентами. Так, в некоторых случаях банк будет обязан вернуть полную сумму похищенных средств, если он не проверил информацию о том, находится ли счет получателя в базе данных центрального банка, в базе мошенников, если он этого не проверил и отправил деньги, и если он не выполнил обязанность по уведомлению клиента. Если после двух дней блокировки клиент все же переведет средства мошенникам, с банка ответственность снимается. В случае с Людмилой мошенники воспользовались украденными личными данными, девушке и банк выдал ей кредит. С ее слов, в момент первого звонка злоумышленников она была в стрессовой ситуации, связанной с личными и рабочими проблемами. Полицейские в очередной раз советуют класть трубку при непонятных звонках, либо сразу звонить в полицию, где на мошенников могут завести дело. Правда, по статистике на сегодняшний день раскрывается всего 12% всех подобного рода преступлений. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.